Летом особенно актуальна тема холодных супов, но не окрошка же одной единой, поэтому рассмотрим в нашем сюжете разные варианты летних супов. Чаще всего основа летних супов это свежие сезонные овощи, поэтому многие повара рекомендуют отдать предпочтение крема или смузи о разной основе блюда, нежели бульонной. Это поможет организму легче и быстрее усвоить пищу. Что мы сегодня готовим? Сегодня у нас будет такой летний суп малиновый свекольный. Нам понадобится для этого обычный классический йогурт, мед, свекла, малина свежая, апельсиновый фреш и свежий базилик. Приступим к приготовлению, берем свеклу, она у нас запеченная, я ее прям вот так смело вот так в блендер, ее не обязательно измельчать, резать ножом. Накрываем свеклу и блендерим. Долго измельчать свеклу не нужно, иначе она даст излишний сок. 15 секунд будет вполне достаточно. Далее кладем малину и опять включаем блендер всего на пару секунд. К полученной массе добавляем йогурт и все еще раз миксуем. А теперь очередь самого сладкого компонента. Мед это просто мед на любителя, кто хочет мед, кто любит мед, но он дает мед очень хорошую пикантность нашему супчику. Туда же кладем пару листочков базилика и перемешиваем его с другими ингредиентами все в том же блендере. Затем нам понадобится сок апельсиновый. Апельсиновый сок мы добавляем в конце, чтобы слишком не дало влагу супчику нашему. Все, так достаточно. Ну и финальный раз все перемешиваем в блендере. Суп готов. Теперь осталось его налить в тарелку и украсить. Для этого можно использовать оставшиеся ягоды малины и листочек базилика. И подаем на стол. Предлагаю приготовить еще один суп. Это яблочный свекольный. Также туда входит запеченная свекла. Сок у нас идет консервированный, обычный. Лимонный фреш. Это мы делаем сами. Отжимаем лимончик и получается у нас фреш. Йогурт, свежие огурцы, мята, соль, перец. Технология приготовления этого супа схожа с предыдущим. Измельчаем свеклу в блендере, добавляем туда йогурт и перемешиваем. Так, пока немножечко отставим блендер и займемся огурцами. Огурец натираем на мелкой терке. Полученную заготовку удобно взять двумя ложками и сформировать из нее шарик. Положим ее в отдельную емкость. Там огурец даст сок, но в суп его пока не кладем. Сейчас очередь других ингредиентов. Добавляем туда яблочный сок. Ну, примерно грамм 150. Вот так. И добавляем лимонный фреш. Лимонного фреша много не надо, так чтобы сильно кислинку не дал. Теперь нарезаем соломкой мяту и добавляем ее в нашу массу. И включаем блендер на пару секунд. Все, пора наливать суп в тарелку. Туда же кладем нашу заготовку из огурца. Украшаем листочком мяты и блюдо готово. В основе обоих рецептов привычная всем свекла. Но за счет дополнительных ингредиентов супы обретают абсолютно новое вкусовое прочтение. В первом случае великолепный ягодный аромат малины в сочетании с базиликом дают интересный пряный вкус. А второй суп имеет освежающий эффект за счет огурца в сочетании с яблочно-лимонным соком. Идеально для жаркой летней погоды.